24 января в полицию обратился житель поселка Судоверфь и сообщил, что ночью неизвестные лица, сломав замок, проникли в гараж, откуда похитили снегоход. Ущерб от кражи потерпевший оценил на сумму 90 тысяч рублей. Ориентировка оба данной кражи с приметами снегохода была направлена во все строевые подразделения полиции, такие как патрульно-постовая, служба ГИБДД, вневедомственная охрана. И вот уже вечером того же дня сотрудник ГИБДД, возвращаясь домой на машине в районе улицы Ворошилова, увидел, что по обочине дороги движется снегоход, схожий по приметам с похищенным. Он, естественно, проследил за передвижением данного снегохода и ехавший на нем мужчина остановился в гаражном массиве на улице Ворошилова. Сотрудник ГИБДД вызвал подмогу и вместе с другими сотрудниками, прибывшими в данный гаражный массив, задержали как снегоход, так и подозреваемого. Ими оказались жители Рыбинского района, 83-го года рождения, и житель города Рыбинска, 74-го года. Оба ранее судимы. Похищенный снегоход изъят, а в ближайшее время решается вопрос об избрании подозреваемым, меры пресечения на период следствия. Уже на следующий день, 25 января, в отделении Сбербанка, расположенного на улице Волжской набережной, при пересчете денежных средств, поступивших от одного из ООО, была обнаружена и изъята денежная купюра достоинством в тысячу рублей с признаками подделки. Такими как, ну естественно, бумага не соответствует оригиналу, она более мягкая на ощупь, краситель нестойкий, в некоторых местах на купюре краска была уже частично стерта. Ну, какие-то специально отличительные знаки, которые у нас располагаются для того, чтобы можно было отличить подлинную купюру от фальшивой, также были имитированы. Ну и свечение в инфракрасном излучении было для данной купюры некорректно. По факту обнаружения фальшивки возбуждено уголовное дело, проводятся разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к ее сбыту. В этой связи сотрудники полиции напоминают, будьте внимательны и осторожны. Если вам пытаются сбыть поддельную купюру, не отказывайтесь от нее и не возвращайтесь сбытчику. Под любым предлогом постарайтесь задержать человека, пытающегося расплатиться с вами фальшивкой. При невозможности это сделать, постарайтесь максимально точно запомнить его приметы и транспорт, на котором он передвигался. Незамедлительно вызывайте сотрудников полиции по телефону 02. Также Рыбинская полиция обращает внимание жителей города и района. Раз в месяц у нас проводится прямая линия с начальником Рыбинского межмуниципального управления МВД России. Такая линия у нас будет проводиться и в январе, а именно в четверг, 29 января, в период с 15 до 16 часов, по телефону доверия начальника Рыбинского межмуниципального управления МВД России 24-26-01, жители города Рыбинска, жители Рыбинского района, могут позвонить и задать любой интересующий их вопрос, касается которой деятельности полиции, начальника управления. Все поступившие обращения граждан по телефонам доверия в обязательном порядке регистрируются и проводится проверка. В дальнейшем дается ответ.